Итак, концепция счастья. Утвергал там место только на 4 минуты. Серьезно снимаю? Ладно, окей, концепция счастья. Если хватит места, вам повезет, если не хватит, вам не повезет. Я говорил моему замечательному Оскару, который сейчас снимает, что я отказался от концепции счастья некоторое время назад, и с тех пор я счастлив, как это ни странно. Я считаю не без оснований, что концепция счастья, идеология счастья, идеология личного счастья – это великая наебка человечества, которая создает больше проблем в взаимоотношениях с собой в первую очередь, в взаимоотношениях с другими. Люди чувствуют себя виноватыми, что не могут сделать счастливыми кого-то рядом. Люди чувствуют себя виноватыми в том, что они сами не испытывают счастья. При этом что такое счастье – это такое же слово, некая химера, как и любовь. То есть какое-то слово, о котором много говорят, потому что оно очень сильно распиарено, но определения этим словам нет. Вы можете дать определение хотя бы в пять слов или хотя бы в одну, две, три фразы, непонятные вам в первую очередь, что вы вкладываете в слова «любовь», «счастье», «деньги». Ну ладно, у денег есть определение. А вот у любви, у счастья нет. Но мы сейчас про счастье, а не про любовь. В итоге концепция счастья делает человека глубоко несчастным. Всю жизнь гоняемся за химерами, строим замки из песка в надежде, что это даст нам счастье. Но мы не знаем, что такое счастье, у нас нет определения счастья. А вот что такое несчастье, мы все хорошо знаем. Страдание, которое вызывает в нас страсть к счастью, всем хорошо знакомо. Чувство вины за то, что я несчастен у всех. Разве нет? В концепции счастья предполагает, что ты, сука, обязан быть счастливым. А если ты несчастливый, то ты неудачник, мразь, несостоявшийся человек, недостойный член общества, недоносок, недочеловек. Согласитесь, это все очень неприятные вещи. Но именно это предполагает концепция счастья. Если человек обязан быть счастливым, человек должен быть счастливым. Ощущение удовлетворенности собой, жизнью, бытием, чем угодно вызывает гормонами. Дофамин, окситоцин и так далее. Доказанный медицинский факт. Ловушка счастья заключается в том, что да, мы можем чувствовать себя хорошо, мы можем чувствовать себя счастливыми, как это ни парадоксально, какое-то время. А потом любой внешний раздражитель, деньги, власть, секс. Больше денег, больше власти, больше секса. Больше материальных благ, больше славы, больше известности, больше просмотров на YouTube. Перестает работать. Почему? Потому что раздражитель, вызывающий приток дофамина в голову, во-первых, со временем перестает действовать в силу того, что приедается, как и любая пища, которая сначала вкусная, на второй день хорошая, на третий день уже приелась, на четвертый день от нее блевать. Нужна новая вкусная пища. Во-вторых, чисто физиологически мы устроены таким образом, что даже если постоянно какой-то внешний раздражитель вызывает приток дофамина в центр удовольствия, мозг начинает к этому дофамину адаптироваться, и нам требуется все больше и больше и больше дозы. И со временем это становится невозможным в принципе. И поэтому каждый из нас периодически чувствует себя то счастливым, то несчастным. Но только когда я чувствую себя не очень счастливым, я не испытываю, блядь, чувство вины за то, что я несчастен. Потому что у меня нет страсти к счастью. Я не претендую на счастье. Я знаю, что это естественный процесс. Я себе не выедаю мозг, я себя не чувствую говном. Я знаю, что это временно и пройдет. Говорят, что счастье – это не цель, назначение – это способ путешествия. Брехня. Для того, чтобы постоянно чувствовать себя счастливым, необходимо физиологически впрыскивать себе дофамин. Даже если вы, не дай бог, физически будете себе, как делают наркоманы, героины, или несчастные подопытные животные, или нацисты во время Второй мировой войны, когда они вкалывали гормон счастья несчастным своим жертвам. Да, люди были счастливы, но при этом они умирали. Умирали счастливыми, причем очень быстро. Дофамин нужен для выживания, для того, чтобы стимулировать полезную деятельность, для того, чтобы мы могли выживать, для того, чтобы мы могли размножаться, для того, чтобы мы были здоровы. Если вы будете получать его постоянно и просто так, жизнь потеряет весь свой смысл сразу. У Макса Фрая есть такой рассказ один, где описывается Букиви. Это фантазийная вселенная, и жертве Букиви давалась в руки шкатулка, он ее брал в руки, блаженная улыбка застывала на его лице, и он умирал от истощения от голода или рожда, потому что он испытывал неземное удовольствие, но при этом начисто забывал о всех своих физиологических потребностях и никакая сила не могла вырвать эту проклятую шкатулку у него из рук. С счастьем примерно то же самое. Физиологически постоянное вечное счастье для нас неестественно, и даже в какой-то мере противопоказано. Но когда вы верите, что человек должен быть счастливым, что человек обязан быть счастливым, или упаси Господи, что он должен дарить счастье всем вокруг, да, вы можете сделать жизнь других людей лучше, легче и так далее. И на какое-то время их может подняться на настроение, они могут даже быть счастливыми. Но не навсегда. Это невозможно, это противоестественно. Так вот, почему возникает проблема? Потому что когда есть вера в концепцию счастья, в вечное счастье, в вечное блаженство, возникает страсть. Страсть – это когда ты испытываешь наслаждение обладанием. Но при этом ты испытываешь постоянную боль. Знаете, вот предыдущий ролик закончился внезапно, потому что у Оскара кончилась память в телефоне. И пока мы загружали предыдущий ролик в интернет и очищали память, пошел дождь. Ну это здорово. В правильном месте окончился тот ролик, и, наверное, можно было бы уже на нем прекратить снимать. Но я продолжу. Ловушка концепции счастья в том, что ты ожидаешь счастья, ты чувствуешь себя обязанным быть счастливым, и ты чувствуешь себя несчастным, когда ты счастья не имеешь. Кажется, это автология, но на самом деле это очень глубокая мысль, если вы подумаете о том, что вы не знаете, что такое счастье. У вас нет определения счастья, у нас нет. У вас, у нас, у всех. Мы не знаем, что нам счастье приносит. Иногда мы находим что-то новое, что нам приносит допамин, что нам приносит удовольствие. Но любое новое, новая работа, новое отношение, новая машина, новые деньги, новая власть через какое-то время перестает приносить новые впечатления, мы разочаровываемся и думаем, что счастье не в этом. Счастья ни в чем, его вообще нигде нет. Вот как говорит, так вот, наверное, я понял. Счастье в том, чтобы иногда быть счастливым, иногда быть несчастьем. Счастье в том, чтобы вообще в принципе не искать, на него не претендовать, на него не рассчитывать, его не ждать и не выносить себе мозг тем, что у меня нет того, сам не знаю чего. Потому что фраза «я хочу счастья» – это фраза как раз-таки «я хочу того, сам не знаю чего». Но я точно знаю, что это не это, не это, не это, и ничего из того, что я уже пробовал, потому что даже если в начале было удовольствие, было то, что мы считали счастьем, через какое-то время оно перестает быть таковым, и мы думаем, что, наверное, это не настоящее счастье. А настоящее счастье где-то еще. И вот мы идем через реки, горе, моря, искать чего-то неведомую хуйню, которая сделает нас счастливыми навсегда. А с возрастом приходит разочарование в этих поисках, ощущение, что вначале нас где-то наебали, но при этом настолько глубоко укоренилось подсознание в голову, эта идея счастья, что лежащая на поверхности проблема, которую я сейчас описал, никому в голову никогда не приходила. Вам ведь она не приходила. Парадокс. Отказавшись от концепции счастья, стал гораздо более счастливым. Но не потому, что в этом счастье, а потому что нет несчастья от несбыточных ожиданий. Точно так же, как вы можете верить в то, что дуб должен давать вам яблоки и выращивать его 400 лет, а он все равно дает только желудец, гад такой. Это дуб. Он так устроен. Счастье нужно для того, чтобы стимулировать правильное поведение с точки зрения выживания. Быть счастливым постоянно человек не может. А вот быть большую часть времени несчастным, потому что он не испытывает счастья постоянно, человек очень даже может быть. Я хочу вам пожелать пересмотреть этот ролик еще раз, если вы что-то не поняли. И только одно это, если вы вынесете из этого ролика хотя бы одну эту мысль, избавит вас от вечной гонки за химерами, которая истощает ваши силы и заставляет страдать. И будет вам счастье. С вами был Ковач Эльдар Зинуров. Мне очень интересно ваше мнение об увиденном. Пишите в комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok